Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Дети Солнышко узнали об Афганистане. Генерал Скоков провел личный прием граждан. Подведены итоги соревнований по баскетболу. Как сделать подарок своими руками? А теперь об этих и других событиях подробнее. ФНС создаст новую систему учета всех граждан страны. Система ЗАГСов будет реформирована. Налоговая служба займется созданием единой системы регистрации и идентификации населения. Ознакомиться с уведомлением о подготовке проекта можно на сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Большинство россиян, 53%, считают, что России более всего сейчас угрожает рост цен и обнищание широких слоев населения. По итогам опроса, проведенного в декабре-январе среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Среди других угроз участники опроса назвали экономический кризис 49% и рост безработицы 35%. 15 февраля в России день памяти воинов-интернационалистов. В канун празднования этой знаменательной даты в городском центре досуга ребятам из Солнышка рассказали о войне в Афганистане. В этот вечер дети узнали, что же такое афганская война и как оказался связанным с Афганистаном Советский Союз. Почему и за что погибали русские солдаты и офицеры 10 страшных лет. Минуты молчания почтили память героев-земляков, кто больше никогда не вернётся в родной город. Перед ребятами выступил очевидец тех страшных событий, председатель Совета ветеранов войны в Афганистане, подполковник запаса Игорь Журавлёв. Он рассказал, с чем пришлось столкнуться молодым солдатам в чужой враждебной стране. О значении таких мероприятий для подрастающего поколения нам рассказала социальный педагог Центра Солнышка Светлана Перепилова. Для тех, кто никогда не сталкивался с войной, для тех, кто никогда от войны не прятался где-то, как это делали наши дедушки и прадедушки, такие мероприятия, конечно, очень важны, потому что, к сожалению, дети очень мало знают. История этих страшных событий очень впечатлила ребят. Мне очень сильно понравилось это мероприятие и узнала многого о войне Афганистана. 10 февраля энергоблок номер 2 Смоленской АЭС выведен на номинальную мощность после проведения планового среднего ремонта. В течение месяца персоналам станции подрядных организаций было выполнено несколько сотен различных операций на оборудовании и системах. В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся три энергоблока. Замечаний к работе оборудования нет. Компания Моторола возвращается на мобильный рынок России после почти шестилетнего отсутствия. Своё возвращение легендарный бренд начал с запуска русскоязычной версии сайта. Судя по официальной страничке, россиянам будут доступны пять гаджетов, четыре смартфона и умные часы. Информации о ценах на эти товары на сайте пока нет. За помощью к начальнику ОМВД России по Смоленской области генерал-майору полиции Михаилу Скокову обратились 10 жителей Смоленска и области. Какие проблемы смолян обсуждали в приёмной президента в нашем регионе, смотрите в нашем сюжете. Поводы для обращения граждан казались самыми разными. В каждой проблеме глава регионального ОМВД старался объективно разобраться, вникнуть в ситуацию и помочь даже при решении тех вопросов, которые не относились к компетенции полиции. Некоторые граждане обратились к начальнику ОМВД как к последней инстанции, заявив «на вас последняя надежда». Ни одно обращение не осталось без внимания. Часть вопросов взяты на особый контроль, а в некоторых случаях даже назначены служебные проверки. Работа по обращениям граждан, незамедлительное реагирование и исполнение каждого из поступивших обращений стоит на особом контроле руководства областного ОМВД. Кроме этого, в марте и августе 2015 года генералам Скоковым проведены сходы жителей в 11 районах области, где было принято 43 человека. А в феврале и августе был организован и проведён личный приём граждан приёмной президента Российской Федерации в Смоленской области, где принято 17 человек. Жители России смогут неделю наблюдать за МКС. На небе она будет ярче Венеры. Космическая станция будет видна во всех регионах страны. По словам учёных, наблюдать за движением станции можно уже с наступлением сумерек невооружённым глазом. Смоленские молодожёны на своей свадьбе провели благотворительный аукцион и собрали более 400 тысяч рублей для ремонта Гедеоновской психиатрической больницы. Деньги пойдут на восстановление хола в отделении, а также пола, стен и двух палат. Всего, благодаря пожертвованиям на сайте «Благо», было собрано более 2 миллионов рублей. Два дня десногорцы наблюдали за финальными играми юных баскетболистов со всей Смоленщины. Именно в нашем городе сильнейшие школьные команды области получили путёвки на первенство ЦФО по баскетболу. Финальные игры «Кэсбаскет» собрали много любителей этого вида спорта. Причём на трибунах были даже дети садовского возраста. Особенно это мастерство, которое, кажется, ему надо учиться годами, и которое невозможно получить сразу это умение. И просто вот с такими вот глазами мы тут сидим, смотрим, что, ну, в общем, восхищаемся. Поддержать начинающих спортсменов, поделиться опытом. В Десногорск приехала олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова. Видите, какие кадры вы выращиваете. Спасибо вашей земле, спасибо большое, что есть такие у нас. Большой интерес вызвала показательная игра между сборными школьной баскетбольной лиги и бывшими школьниками, организаторы соревнований, спонсоры и вип-персоны. Поединок закончился со счётом 33-33. Как говорится, победила дружба. На протяжении всех игровых дней перед зрителями выступала шоу-группа из Великих Луб «Юнион Гэнгск Крю», что добавило интереса к происходящему. Для церемонии награждения был установлен пьедестал. Захватывающие поединки среди девушек завершились победой команды 31-й школы Смоленска. На втором месте команда школы номер 19, а бронза у девушек из духовщины. Среди юношей первую ступеньку пьедестала почёта заняла команда 19-й школы из Смоленска. Серебряным призёром стала команда из Демидова. На третьем месте команда средней школы номер 10 из Рославля. Командам-победительницам вручили путёвку на кубок ЦФО по баскетболу. Поздравляем! Десногорск – город особенный. Здесь очень много молодёжи, много школьников. И важно иметь крепкое здоровье и быть и духовно, и спортивно развитыми, как и иметь глубокие знания в других отраслях. Спорт в этом помогает, потому что спорт даёт чувство команды. А когда ты в команде и не один, и мы все вместе, то мы чувствуем себя сильной, уверенной стороной, сильной, уверенной областью на территории России. Поэтому баскетбол вперёд! Среди юных баскетболистов были определены самые результативные и самые полезные игроки. Звание «Лучший игрок команды» удостоены дисногорцы Ангелина Белякова, Елизавета Артамошкина, Павел Мишин и Иван Гунько. Замечательно! Замечательно посмотреть, как играют наши дети, я бы сказал. Замечательные девушки. И вообще замечательная у нас такая обстановка. Почаще проводить такие праздники. За значительный вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения награждены руководители школ и комитета по образованию нашего города. Продолжаем спортивную тему. Смоленская физакадемия получила в оперативное управление от муниципалитета лыжные трассы в деревне Богородицкое под областным центром. Сейчас идёт оформление документов. Академия намерена вкладывать деньги в развитие этой инфраструктуры. Так что со временем у жителей области будет возможность покататься на лыжах. Игровой сезон для смоленской футбольной команды «Смоленск-Автодор» складывается неплохо. Команда стремилась занять третью строчку в турнирной таблице, и ей это удалось. Нам остаётся только всеми силами болеть за наших футболистов. Смоленка Анастасия Маркина получила титул «Мисс Красная Звезда-2015» как самая красивая девушка среди военнослужащих. Анастасия приняла участие в ежемесячном конкурсе, который проводит армейская газета «Красная Звезда». И по итогам читательского голосования стала его победительницей. Поздравляем рядового радиолокационной роты радиотехнического батальона с победой! 14 февраля отмечается День Святого Валентина. В этот день влюблённые дарят друг другу маленькие сердечки-валентинки. Если вы хотите сделать подарок любимым своими руками, смотрите наш следующий сюжет. Нам понадобится гребённая лента. Она у нас есть в магазинах. Полутонкая шерсть разных цветов. У всех есть обыкновенные мочалочки. Кормочки для печенья. Ну и приобрести несложно. Это иглы специальные для валяния. А валять мы будем с вами очень маленькие изделия, которые получаются минут за 20. Возьмём мы сердечко. Возьмём любую шерсть, какая нам сегодня нравится. Нам сегодня нравится розовая. Иглы для валяния. Они бывают разные. Я беру сегодня тонкие иглы. Одну иголочку. Приготовим шерсть. Шерсть, вот она лентой такой. Она уже сделана на производстве. Она чистая, крашеная шерсть. Для того, чтобы её превратить в комочек пушистый, я возьму обыкновенную расческу. И вот такими движениями плавными начешу. Вот так вот я начёсываю и снимаю с расчесочки. Вот она у меня практически, вот она уже такая пушистая стала. Шерстинки между собой свалялись. Мы укладываем эти шерстинки в формочку. Забить формочку надо до краёв. Это работа несложная. Даже новичок, который захочет сделать себе маленький подарочек, это всё выполнит. Иголочкой немножко приваляем. Обязательно нужно достать сердечко, чтобы оно не привалялось. Опять вложить в формочку. Вот таким вот образом. И опять. Вот оно уже у нас почти свалялось. Ну вот, в общем, вот такое вот сердечко. Но это не всё. Вот оно у нас рыхлое по краям. Кладём на нашу губку. И вот таким вот образом приваливаем краюшек. Вот так вот. Наше сердечко к Валентинному дню готово. Его можно привесить на ленточку. Взять иголочку и любой шнурочек или ниточку шерстяную. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. disna-tv.ru Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова